Как мне кажется, мы знаем, что у Исмаила есть свои огрехи, видит, не совсем может держать удар, теряется подпрезерность, но школа, ее никуда не денешь, чутье, скорость. Исмаила, учитель Сырфана! Мы не возглавляем к первому разу, без ухизики, просто 85 лет, вместе на посты и нельзя делать свои приговоры. Персональный год, 8 лет, 8 лет, 8 лет, 7 лет на комбатах, чемпионат мира, так и по всему, и соревновательная Россия! Вы слышали, как зал приветствует российского бойца, потому что ему предстоит действительно очень серьезный экзамен. И как правильно сказал Григорий Дроз, что если он претендует дальше на серьезные титулы, ему сегодня надо обязательно проходить вот этот барьер в лице Исмаила Силахат. Барьер серьезный, барьер очень тяжелый. Ну, посмотрим. Да, вы знаете, Исмаил Силах не в топе. Наверное, он является сегодня, наверное, не является андердогом для многих, но он всегда в тонусе. Он проходит очень много лагерей, он всегда в фокусе, и у него великолепная школа. Он часто бывает спарринг-партнеров у многих выдающихся боксеров. Там, в США, он востребован в этом плане, поэтому... И психологически, я думаю, ему где-то будет полегче сегодня, потому что он... Ну, терять ему нечего. Терять ему точно нечего. Ну, что ж, первый раунд, давайте смотреть. Здесь, конечно, будет ли Исмаил преподавать уроки, или сам что-то придется выучить. Своей стойки такой широко расставлен в ноги, высоко держит корпус Исмаил. Да, при всей своей такой иронии, веселости, такой дурачливости, все-таки Исмаил трезво оценивает шансы и свои, и соперника. И действительно, он уважает Алексея Папина, и он говорит, что это будет серьезный бой, это будет непростой бой. Но сам он сказал, что я должен выложиться полностью. Для него тоже в какой-то... Это последний шанс, в общем-то, хоть что-то показать и попытаться, да, снова подняться туда, вверх. Ну, конечно, надо сказать, что Алексей, он достаточно агрессивен всегда в своих боях, но при этом часто сближается, прячась за блоком, но без удара. И при этом неплохо орудует джебом, но вот против такого быстрого, достаточно активного... ...сильного соперника с маневренного. У него могут быть сложности. Алексею надо донести удар. Да, в первую очередь. Бьет тяжело. Да. А мы знаем, что после пропущенного сильного удара Исмаил в силах часто ломается, поэтому... Ну, он вот даже нисколько ломается, сколько начинает паниковать, пропускает, потом вслед и... Ну, трудно восстанавливать. Да, вот трудно восстанавливать. На стойку сейчас левый бросил. Папина нужно останавливать. Если Исмаил в силах думает, опустив руки, просто проявляться перед ним, как бы это не выход для победы. Нужно втыкать, нужно бить навстречу. Левый сбоку, Папин попадает. Здорово. И включается, включается Папин. Попал, почувствую. Еще один левый сбоку. Есть попадание, посаживается, Силан проигрывает. А в глухом нокауте, кстати, сейчас находится Исмаил в силах. Уже падал практически без сознания. По сути, первая же, первая же... Результативная атака. Первая же попадание. Попадание. Очень серьезным ударом. Вот посмотрим на повторе. Есть левый боковой зацепил. И правый точно в челюсть. Попал. И здесь уже Исмаил себя чувствовал плохо. Вот здесь все. Еще один правый. И здесь уже падал практически выключенный. В очень тяжелом, кстати, нокауте, оказывается, сейчас Исмаил. Я не знаю, я не знаю, сколько Исмаил еще хочет боксировать. И на что он хочет претендовать. И как он себя видит как спортсмен. Но это был очень тяжелый нокаут. Тяжелейший нокаут. Очень тяжелый. Я не знаю, да. Он до сих пор сейчас подняться не может. Там целая компания. Я не знаю, вот помните, когда Ковалев... Куршев пытается сделать все возможное. Привести в чувство спортсмена. Потому что, да, последний удар был очень страшный. Сергей Ковалев, когда ударил Исмаил, тоже сильно упал. Но мне кажется, что сейчас вот прям совсем тяжело. Ну и сейчас уже выключился Исмаил, так на колени опускался уже в фуллобесогнаторном состоянии. Он уже не видел ничего, не чувствовал. Последний удар просто летел. В общем-то, Алексея поздравляем безусловно с победой. Город Реутов, откуда он родом. Сегодня празднует. Подмосковье празднует эту победу. Вы слышите это в зале. Круто. Крутая победа, но все-таки хотим от Алексея видеть. Ну, побольше хотим видеть. Подольше. Подольше хотим видеть, да. Ну, здорово подготовился. Он это продемонстрировал. Мы разговаривали, кстати, перед боем с его тренером Андреем Ивичуком. И он говорит, ну, вообще очень спокойно, очень спокойно разговорил. Говорит, мы, Гриш, полностью разобрали, посмотрели. И мы очень хорошо готовы. Ну, очень, мы шансов-то не оставили. Исмаил, слава богу. Ну, такое ощущение, что пока еще не понимает, где находится. Да. Гриш, ну, вы правил, наверное, Испавел, надо задуматься вообще о своем здоровье, о продолжении карьеры, да. Вечно. Послушайте, понимаете. С его пониманием бокса, да, с его интеллектом боксерского. Он мог бы стать неплохим тренером, по-большому. Ну, давайте так. У него трое великолепных детей. У него великолепная семья, которую он безумно любит. Жена прекрасная. Ну, вот, может, обязанность обеспечивать их и толкает его на такие рискованные бойцы. Ну, уж давайте не таким методом будем обеспечивать. Ну, это уже... Все-таки это все в США. Это очень больно. Там это непросто. Это очень тяжело, такой хлеб. Ну, Алексей подтверждает, и здесь удар. Ну, вы видите, вы слышите реакцию из зала, друзья. Алексей Папин. Очень убедительно, ярко. Я не ожидал, честно говоря, что вот так будет. Настолько мощно, настолько... Быстро, коротко. И даже разогреться такое ощущение, что не успел. Настолько бьет очень крепко. Поздравляю с победой, а Исмаилу желаемое здоровья. А слава победителю Алексею Папин. Здравствуйте, дорогие друзья. Как я уже говорил, спасибо всем большое, что приходите поддерживать нас. Это колоссальная поддержка, это очень сильно мотивирует. Спасибо вам еще раз, друзья. Отдельное спасибо хочу сказать русской трибуне. Русские вперед! И, конечно же, конечно, хочу сказать спасибо большое моему сопернику Исмаилу Силаху. Он достойный соперник. Действительно, поединок сложился сегодня для меня удачно. Я очень благодарен Господу и своим тренерам, которые меня подготовили к этому бою. И, конечно же, огромное спасибо нашей промоутерской компании Мирбокса. Андрею Михайловичу Рябинскому, Дмитрию Алексеевичу Иванову. И всем, кто принимал участие в организации этого турнира. Спасибо всем. Спасибо, друзья. Алексей Папин. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok